Здравствуйте. Врожденная тромбофилия, гематогенная тромбофилия, обусловленная гетерозиготная мутация в гене ПАЯ-1, МТРТР, пять раз делала ЭКОП, пилотромбоаз, клексан, фроксипарин, ни одного приживания. Теперь сдала на НК клетки. Они нормальные. Т-лимфоциты тоже чуть-чуть повышенные. Если НК клетки помышленно, нужно ли колоть иммуноглобулины? Т-хелперы 1300 при норме. То, что касается вот этой ситуации, здесь эта ситуация не очевидная. Потому что здесь просто нужно понимать всю конфигурацию генов и гемостаза, и сосудистого тонуса, и генов тромбоцит, и генов цитокинов для того, чтобы понимать, что там было. То есть, если пять раз была попытка ЭКОП, тромбоаспила, клексан, значит, здесь я считаю, что вот иммунный фактор здесь возможен. По вот этим иммунным показателям иммунограммы, я не вижу, скажем, таких явных совершенно факторов риска, на которые можно было бы обратить внимание. Если вы пришлете какие-то более развернутые анализы, мы тогда ответим на этот вопрос. Просто, что было? Меня интересует полиморфизм и генов гемостаза. Всю панель, которую, возможно, все на что вы сдавали. Дальше, полиморфизм и генов сосудистого тонуса сдавались или нет, я бы рекомендовал посмотреть, потому что иногда они показывают очень интересные моменты, которые важны для интерпретации. Если не сдавали, тогда не надо. Саму иммунограмму и анализы на аутоиммунные антитела. Было ли хотя бы вот это? И мы тогда просто посмотрим и ответим, есть ли там какие-то возможные причины. Потому что здесь вот пока что вот из этого всего четких таких указаний, что нужно колоть иммуноглобулины или что, то здесь причина остается где-то за кадром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова